В представлении большинства людей тиран и абьюзер – это такой ужасный человек с устрашающей внешностью, который может ударить, жестко и конкретно поставить любого человека на место, может хладнокровно отомстить или так словом поддеть другого, что ему будет физически больно. Такие люди есть, и это, как правило, люди с антисоциальным расстройством личности, психопаты или социопаты. Но в психологии мало внимания уделяется людям, скрытым тиранам, таким тихим тиранам, которые могут каждый день, капля за каплей, пить вашу психологическую кровь, и при этом никто вокруг не будет ничего замечать. И когда вы будете жаловаться кому-то и говорить, что вот она со мной себя так ведет, вам будут говорить, да что ты на мать наговариваешь, или там на мужа наговариваешь, я знаю, это замечательные люди, это вот у тебя ужасный характер, да, вот ты в этом виноват, а это да, в это я могу поверить. И вы начинаете думать, действительно, может быть, я виноват, я плохо себя веду, еще сильнее закручивая себя в водоворот депрессии. Добро пожаловать в мир нарциссов! Нарциссическое расстройство личности бывает двух видов. Это грандиозные нарциссы и скрытые нарциссы. Основная их цель – это подпитывать свое несформированное эго путем вознесения себя и унижения других. Грандиозные нарциссы делают это открыто, их сразу видно в компании. Скрытые нарциссы делают это тайно, путем хитрых манипуляций, как пауки плетут свою паутину, чтобы поймать в нее жертву. Грандиозный нарцисс, он открыто вам скажет, да ты ногтя моего не стоишь. Скрытый же нарцисс будет использовать более хитроумные схемы, о которых мы сегодня поговорим. Например, жертвенную позицию, что «да, конечно, езжайте, езжайте, я тут сама как-нибудь». А тем самым вводя в вас чувство вины, вроде бы никакой агрессии нет, но вам почему-то плохо. Люди для нарциссов – это всего лишь ресурсы, это всего лишь пища для его голодного и несформированного болезненного эго. И внутри таких людей живет глубочайший стыд, чувство стыда, которое разъедает. И чтобы избавиться от этого чувства, чтобы как-то обезболить это состояние, нарциссы выбирают различные схемы, очень бывают запутанные, бывают очень жесткие, которые могут приводить жертву вплоть до комплексного посттравматического стрессового расстройства и депрессии. Их задача – это питаться энергией вашего унижения. То есть для нарцисса не так важно, чтобы он был лучше, чем вы, а чтобы вы были хуже него. Это такие, знаете, скрытые, садистические могут быть наклонности. Например, мать, скрытый нарцисс, она может заставлять своего маленького ребенка есть, пичкать его едой, завуалировав это все любовью к ребенку, но при этом наслаждаться тем, как у ребенка может быть почти рвотный рефлекс от того, что он не хочет кушать эту кашу, а мать заставляет и получает истинные наслаждения от этого. Хотя, если ей сделать замечание, она скажет, «Да что такого? Я люблю своего ребенка, я хочу, чтобы он был сытый, и поэтому я его кормлю». Вот нарциссы, скрытые, они используют такие схемы, что к ним очень сложно подкопаться. Но если задуматься, то скрытые нарциссы – это те люди, которые застряли в детском возрасте. Может быть, вы замечали, что дети в очень таком маленьком возрасте очень часто любят говорить «я лучше», «я умнее», «это мой рисунок красивее», «моя поделка лучше». Таким образом они как бы компенсируют и наполняют свое еще несформированное эго, делают его прочнее и закрепляют. Но это нормально, если это в детском возрасте. И вообще нарциссическое расстройство личности не диагностируется до 18 лет. Но нарцисс, он берет эти механизмы во взрослую жизнь, и они укрепляются лишь с каждым годом и становятся все глубже и все сильнее, въедаются в его личность. Рядом с таким человеком, пообщавшись с ним какое-то время, вы будете испытывать разные эмоции, разные чувства. Но основное ощущение это будет, как будто из вас высосали самооценку, высосали вот эту витальную жизненную энергию. Почему это происходит? Потому что нарцисс, он специально выбирает людей с нестабильной самооценкой, с мягкими границами, которые не могут жестко сказать «нет, не надо со мной так общаться, мне неприятно то, что ты говоришь». И нарцисс получает удовольствие от того, когда видит, что ваша самооценка снижается, и это и есть основная цель многих его фраз и поступков. И помимо этого вы также будете испытывать чувство вины, потому что рядом с нарциссом вам как будто бы даже стыдно за то, что у вас все хорошо в делах, в семье. Вы чувствуете вину за то, что вы можете поехать отдохнуть, а нарцисс будет вас в этом скрыто упрекать. И вот это чувство вины, оно будет копиться и вызывать другое чувство, чувство агрессии и злости к этому человеку. А затем эта агрессия будет вызывать вторичное чувство вины. То есть, как так, я злюсь на мать свою, например, да, или на мужа, который бедный, несчастный. И это будет вызывать внутреннее чувство вины и стыда, почему я такая плохая. И жертвы нарциссы, они очень часто думают, что с ними что-то не так, что они плохие. Этим-то и пользуются нарциссы. Кстати, скрытым нарциссизмом чаще страдают все-таки женщины. Почему так происходит? Большинство девочек в семьях запрещено выражать агрессию, когда их воспитывают. Но агрессия копится, потому что нарциссами просто так дети не становятся, они не рождаются с нарциссическим расстройством. Чаще всего это может быть какое-то психологическое, либо сексуальное, либо физическое насилие в семье. И эта боль, эта агрессия, которая накапливается, она потом выражается вот в такой скрытой форме. И в своих примерах, которые мы сейчас рассмотрим, я больше буду рассматривать вариант, когда женщина является нарциссом, чаще всего это может быть мать. Если рассмотреть схемы, которые используют скрытые нарциссы, то не просто так их называют скрытыми. Потому что если мы возьмем отдельно взятую фразу, то вы скажете, да в принципе в ней ничего нет такого, подумаешь, ну многие так общаются. Но именно в контексте, именно фраза за фразой, они несут тот психологический урон и являются тем насилием в прямом смысле слова, которое оказывается на человека. Ну вот давайте рассмотрим основные излюбленные, часто применяемые их фразы и приемы. Первое, это обесценивание при помощи скрытого комплимента. Когда вам говорят, ну ты конечно же у нас не красавица, но зато умная. И если вы что-то ответите на это, вы скажете, ну мне неприятно, что так говоришь. Вам скажут, а что такого? Я же тебя хвалю. Опять тебе вечно, у тебя мать виновата. И смотрите, этот прием позволяет нарциссу быстро перевести стрелки на вас и еще получить бонус обвинить вас. Не только унизить тем, что вы некрасивы, но еще и обвинить вас в том, что вы, видите ли, мать подозреваете в том, что она что-то плохое про вас говорит. Второе, это обесценивание через сравнение. Нарцисс может сравнивать часто вас с кем-то другим, например, с братом или с сестрой, либо с одноклассником. Но нередко он сравнивает и с собой. Он может говорить, да что уж у тебя там болит, вот у меня болело, вот это да. И вы тоже думаете, ну, хотя может быть там просто какая-то маленькая ссадина, а у вас была болезнь, с которой вы лежали месяц в больнице. Но попробуй только усомниться в том, что нарциссу это было действительно тяжело. Вы сразу получите дополнительную порцию агрессии. Далее, это обвинение через жертвенную позицию. Если вы сделаете хотя бы небольшое замечание, например, матери нарциссу, на что она вам сразу ответит, конечно, да, обвиняй меня. Я вечно у тебя виновата. Я все детство тебя воспитывал, на трех работах работал, не досыпала, и вот что я от тебя получила. И на ваше желание конструктивно обсудить какое-то ваше пожелание, ваше замечание, она будет реагировать вот так неадекватно, что построить конструктивный разговор не получится. Далее, это может быть скрытое обвинение, когда, например, вы делитесь какими-то своими планами или чем-то хорошим. Она может сказать, ну да, конечно, ты же у нас богатая, можешь себе позволить. И вы вроде бы искренне радостью какой-то поделились, а получаете вот порцию такого негатива, хотя он неявный. И вам приходится оправдываться, вроде бы даже за то, что у вас просто все хорошо, за то, что вы хотите, может быть, что-то купить или поехать отдохнуть. И опять это чувство вины, которое навязывается вам. Далее, это обвинение через третьих лиц. Представьте картину, бабушка, мать и дети. И бабушка обращается к детям через третьих лиц и говорит, ну что, дети, опять у вашей мамы блины пригорели, давайте я вам хоть кашки сварю нормальной. И опять же, тут не подкопаешься, если скажешь, ну что-то такое говоришь. Ну она скажет, ну у тебя действительно блины пригорели, это факт. Но именно вот в цепочке, именно так вот фраза за фразой и выстраивается это психологическое насилие. Затем, обобщение. Скрытые нарциссы очень любят все обобщать. Как только вы начнете предъявлять, может быть, какую-то претензию или пожелание, вам тут же скажут, я у тебя всегда виновата, все с тобой понятно. Конечно, мать у тебя всегда виновата, всегда и все. Это очень часто их любимые фразы. Далее, газлайтинг. Это то, когда они напускают некий туман на вас и вводят вас как бы в легкое сумасшествие. И говорят, ну тебе это показалось? Не было такого, да ты все наговариваешь. Кстати, если вот вам приходится иметь какое-то дело с этими людьми, то в прямом смысле лучше берите расписку, чтобы потом это было некое доказательство. А лучше вообще не иметь с этими людьми каких-то общих финансовых или других серьезных дел, потому что они очень легко могут и себя, и тем более вас убедить в том, что до этого не было. И скажут, да тебе провериться надо, иди как к психологу сходи. И опять вы будете думать, что что-то со мной не так. А еще очень интересный прием, который они используют, это проекция. Нарциссу очень тяжело уживаться внутри самим собой, с своими какими-то негативными качествами, с негативными эмоциями, чувствами. Они у всех у нас есть. Но так как нарцисс испытывает огромное чувство стыда к такому, какой он есть на самом деле, к себе, он проецирует какую-то негативную часть себя в другого человека, и там эту часть обвиняет. Например, он будет говорить, «Да я знаю, ты же меня ненавидишь, всегда меня ненавидел или ненавидела». И таким образом он как бы вас обвиняет за то, что есть в нем. Это очень такой сложный, но хитрый механизм, который позволяет на ровном месте, опять же, обесценить и обвинить вас. Или наоборот, интроекция. Когда что-то хорошее в вас или в другом человеке берется себе, принимается, и как будто это его заслуга, его черта или его чувства. Например, нарцисс может сказать, что, ну вот если бы не я, мы бы и не собрались все вместе, хотя на самом деле все организовали вы, он лишь просто напомнил, может быть, о том, что эта встреча должна быть сегодня вечером. Как вы видите, вот эти основные приемы, они в принципе нормальные, и может быть кто-то из вас скажет, «Да вся страна у нас так общается». Вспомните фильм «Любовь и голуби». Там есть некоторые характерные моменты, которые очень похожи на то, что я сейчас рассказываю. Но это-то и страшно. Это-то и показывает, что большинство семей являются нездоровыми. Они нормальные, среднестатистические, но психологически часто там нездоровая атмосфера. И опять же, если вы начнете общаться с нарциссом по поводу вот его таких коммуникаций, и говорить, что «Мне неприятно, пожалуйста, не говори так», вы будете удивлены в том, какое количество причин нарцисс найдет для того, чтобы вас обвинить в неадекватности, сказать, «Да что такое, тебе вообще ничего нельзя сказать, я просто пошутила, что такого», и не подкопаешься. Поэтому если говорить о стратегиях поведения, то с такими людьми лучше всего минимизировать контакт и общаться сухо, конкретно и по делу. Но будьте уверены, что как только вы начнете избегать общения с нарциссом, либо общаться конкретно, холодно, по делу, безэмоционально, без вот этой включенности туда, то вы будете получать порцию негатива, провокации, вас будут обвинять в том, что вы эгоистка, вы только о себе и думаете, какие-то выстраиваются более хитроумные схемы, где вас обвинить и опять же сделать вас козлом отпущения. Поймите, что здесь на все его выпады, на все реакции скрытого нарцисса лучше соглашаться, говорить «Да, да, я плохая дочь, я самая ужасная у тебя дочь», или «Да, да, да, ты права». Но не включаться эмоционально в эту фразу, это не согласие, это такой, знаете, словесный щит, который вы выставляете, эмоционально не включаетесь. А ведь нарциссу важно не то, чтобы вы согласились с ним, а важно видеть, как вы страдаете от его коммуникации. Поэтому нарцисс не будет достигать цели, и от этого он будет очень страдать, и стараться вас выводить все сильнее и сильнее на реакцию. Методы могут быть самые изощренные. Здесь, конечно бы, очень хорошо, если бы у вас была поддержка профессионала, психолога, который работает с жертвами нарциссов, да, с жертвами депрессии и комплексных посттравматических стрессовых расстройств, когда жертва нарцисса, она еще не понимает, что не она виновата, ей кажется, что она на самом деле во всем в этом виновата. И только когда специалист начинает по косточкам раскладывать всю коммуникацию, все обстоятельства, всю ситуацию, и видеть, что все так было завуалировано и сделано, чтобы именно потом ее или его сделать виноватым, тогда происходит осознание у человека, он понимает, господи, да это действительно самый настоящий психологический тиран. И к моему большому сожалению, с психологическими ранами и побоями ты не пойдешь в травмпункт, чтобы снять эти побои. Но когда я общаюсь с жертвами такого насилия, я вижу, насколько глубокие и сильные их психологические раны, которые подчас намного больнее, чем раны физические, и при всем при этом люди вокруг скажут, да вы что, мы знаем ее как замечательного человека, ты наговариваешь. Очень часто нарцисс, такой скрытый нарцисс, выстраивает с другими людьми хорошие, доверительные, открытые отношения, может быть даже с большинством людей, для того, чтобы держать образ, самому себе в глазах считать, что он хороший, но он может выбрать одного человека, например, ребенка. Ребенок это идеальная жертва, и будет выпивать всю психологическую кровь из нее или из него, для того, чтобы максимально себя напитывать. Нередко, кстати, в семье может быть несколько детей, и один будет вот такой козел отпущения, из которого нарцисс будет пить всю кровь, а другой будет любимчиком. И этим любимчиком, на самом деле, тоже живется не сладко, потому что нарцисс будет его хвалить при другом ребенке, сравнивать, но когда он будет его хвалить, то это будет тоже лживая похвала, это будет похвала самого себя в глазах другого ребенка. Люди, вот эти любимчики, когда вырастают, и они потом понимают многие вещи, рассказывают, что у меня было странное ощущение, как будто она хвалила не меня на самом деле, а себя в моем облике, то есть она не видела моих достоинств, она хвалила какие-то свои мысли, свои идеи по поводу меня в себе. Поймите, нарцисс, он как будто окружен зеркалами, он во всех видит себя. Ага, этот хуже меня, хорошо, а этот лучше, сейчас я его унижу, сделаю какую-то искусственную пакость. Причем нередко этот диалог неосознаваемый, он не проговаривает себе часто эти вещи, но ведет себя так. И, кстати, иногда нарцисс может и вас хвалить, если вы являетесь жертвой скрытого нарцисса, и даже восхищаться вами, но это лишь для того, чтобы вы потеряли контроль, сделали свои границы более свободными, и нарцисс туда вошел намного глубже, и ранил самое сердце, и сделал максимально больно. Поэтому будьте на чеку, если вас кто-то незаслуженно, гиперболизированно нахваливает, сразу задайте вопрос, с какой целью он это делает, что он от меня хочет. Потому что неадекватная похвала, она всегда может быть причиной какой-то дальнейшей интервенции в вас болезненной. Завершая, я хочу сказать, что, возможно, у кого-то из вас возникает вопрос, ой, а я тоже чувствую, что у меня вот есть такие черты, а может быть я тоже скрытый нарцисс? Сразу хочу сказать, что если вы задаетесь таким вопросом, то у вас точно нет нарциссического расстройства личности. Но нарциссические тенденции, какие-то черты есть абсолютно у всех людей. Просто в ком-то они проявлены сильнее, в ком-то слабше. И это нормально, если мы, может быть, позавидовали кому-то, или даже чуть-чуть порадовались неуспеху другого человека. Бывает всякое в нашей жизни. Нарциссические вот такие тенденции, они созданы для того, чтобы обезболивать какую-то травму внутри нас, какие-то боли, которые возникли в данный конкретный момент, или были у нас в семье раньше. Поэтому не судите себя строго. Но если вы понимаете, что вот эти нарциссические тенденции, которые у вас есть, являются деструктивными в вашей семье, в вашей жизни, то, конечно, я рекомендую вам поработать и пообщаться с психологом. Ну а если вы являетесь жертвой нарцисса, то одному достаточно сложно выйти из этих отношений и сохранить свою самость, свою целостность. Если вы хотите, вы можете обратиться ко мне. Ссылка на мои соцсети находится под этим видео. Также для того, чтобы найти хотя бы какой-то немножко баланс, я оставлю ссылку на мой плейлист по уверенности в себе и любви к себе, который рекомендую вам посмотреть. Там есть ролики для того, чтобы сделать вас более гармонично, немножко наполнить и хотя бы чуть-чуть стабилизировать ваше состояние, если вы являетесь жертвой нарцисса. Ну и также подписывайтесь на мой канал, ставьте обязательно колокольчик, чтобы новые мои видео, которые я систематически выпускаю, появлялись у вас в уведомлениях. Напишите в комментариях, что для вас было полезно, сталкивались ли вы с таким расстройством личности, как нарциссизм в своей жизни. Я благодарю вас за то, что уделили время этому видео. Я надеюсь, что оно было для вас полезным. И хочу пожелать вам мира, гармонии в душе, и чтобы вас окружали только те люди, которые внутренне вас обогащают и делают вас мудрее, более наполненно и сильнее. Эти люди действительно заслуживают ваше внимание. С вами был Константин Никулин. До встречи в следующем видео.